Мне очень нравится то, что за последние три года, когда возникла определенная геополитическая ситуация, которая привела к тому, что набитился определенный спад с точки зрения иностранных инвестиций, интереса к России. Три года назад на форуме говорили о том, что как мы будем теперь жить, что делать дальше. Было довольно-таки плохое настроение у бизнеса, все непонимальки перспективы нас ждут. В следующем году уже настроение было получше, а сейчас мы уже вышли на качественный новый диалог. Мы говорим о том, что мы сейчас будем работать, мы продолжаем работать в России. Иностранные инвесторы приезжают сюда. Пример тому – это рост количества международных участников на форуме. И тон совершенно другой. Сейчас была сессия по Дальнему Востоку, там присутствовало большое количество международных компаний, которые рассматривают возможность инвестиций в Дальний Восток. Поэтому, мне кажется, повестка дня и настроение начинают двигаться в сторону подъема, в сравнении с тем, что было три года назад. Повестка правильная. Повестка соответствует ожиданиям бизнеса, ожиданиям, я думаю, государства тоже. Поэтому давайте рассчитывать на то, что форум продолжен быть главной российской площадкой, где по-настоящему можно встретить всех ключевых, как российских, так и международных игроков. Тот факт, что на сегодняшний день мы в России развиваемся и растем, причем мы растем как по выручке, так и по количеству персонала, количество бизнеса, который мы продаем, часы, которые мы продаем, тоже растет. Могу сказать, однозначно, что мы являемся одной из наиболее успешных практик компании EY во всем мире. И тот отрыв, который есть у нас от наших конкурентов, тому хорошее подтверждение. Поэтому однозначно мы являемся одной из самых передовых развитых практик нашей компании. И мы ощущаем внимание со стороны глобальной структуры. Тот же пример, что у нас три глобальных руководителя приехали в составе делегации компании на Петербургский экономический форум, тому хорошее подтверждение. Редактор субтитров А.Семкин